Благословен ты, Господь Бог, Царь Вселенной, дарующий нам Тору. Благословен ты, Господь, несущий Тору детям своим. Спасибо, Ишуа, что ты стал Писанием, которое воплотилось Божьим на этой земле. Спасибо, что ты Духом Святым сейчас пишешь в наших сердцах свое Писание, свою Библию. Амин. Присаживайтесь. Спасибо. Итак, сегодня, знаете, сегодня мы будем продолжать традицию, и сегодня мы поговорим опять об именах. Прошлая неделя у нас был Балак, а сегодня у нас будет Пинхас. Недельная глава называется Пинхас, это 35-й раздел Торы, 8-й раздел Книги Чисел. Имя свое получила, ну, по самому значимому части текста, имя. У нас оно звучит как Финиес, а это, она и в Рите, она будет как Пинхас. Итак, начинается, содержит стихи с 25-й главы 10-й стих и по 30-й главу 1-й стих. Я хотел бы, знаете, я всегда считаю, что комментарий, комментатор имеет большую привилегию. Он имеет право говорить то, что открывает ему Господь. И если вы еще не читали эти главы, я советую вам почитать, там очень много интересного. Но я хочу сегодня поговорить именно о Пинхасе. И прежде чем пойти в эту недельную главу, я хочу вспомнить о том, что происходило раньше. А раньше происходил очень интересный момент. Народ Израиля терпел поражение. Потому что Балак все-таки достиг своего. Он сделал пару лишних советов, и мавитяне не поняли, что надо делать. И, скажем так, по-прямому. Народ начал будодействовать. Народ начал поклоняться иным богам. Народ Израиля, заметьте это. И давайте мы посмотрим на 25-ю главу 7-й, 8-й стих. «Финниез, Пинхас, сын Элизара, сына Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руки свое копье и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обои их. Израильтянина и женщина учрела ее. И прекратилось поражение сынов Израилевых». То есть, один из начальников колена Симеона привел в стан женщину, вошел к ней и начал открыто делать то, что он начал делать. И этот человек, Пинхас, увидел это, в нем возревновало что-то. Он взял копье, зашел и убил. Итак, «Пинхас, сын Элизара, взял копье и ушел в молитву ходатайства на 40 дней». Да? Нет. Хорошо. Сейчас, извините. «Пинхас, сын Элизара, взял копье и принялся увещевать народ». Нет. Точно нет. Согласен. Потому что я перед этим читал, что он взял копье и просто приколол. Ну, послушайте, сам эпизод с точки зрения нашего христианского пацифизма, знаете, непротивления злу, выглядит довольно странно. Священник, сын Аарона, берет в руки копье. Ну, ладно, я еще подумал, кадила взял. Ну, кадилам нормально. Ну, или взял бы по голове раз, или взял там скрижали торы. Ну, тоже там скрижали, взял завета. А тут священник берет в руки копье. Ну, как-то не сообразуется это. Не новый завет это, извините. Это не новый завет, это неправильно. А Бог, наверное, увидел это и говорит, ах, ты ж попал, дорогой. А вот следующий стих, 25 глава, 12-13 стих. «Посему скажи, вот, я даю ему мой завет мира, и будет он и потомство его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов израилевых». Бог Израиля заключает союз мира с человеком, который нарушает заповедь «Не уби!» и заключает, прощает из-за этого народ, да? И обещает еще этому молодому человеку, что завет будет священства. Странный Бог. Послушайте, как он нелогически поступает. Вы не заметили, что Бог ломает все наши представления вообще о жизни? Все ломается, священник с оружием, убивает, нарушает заповедь, Бог благословляет за это его. И еще народ весь прощает, который, кстати, занимался тоже вместе с этим человеком нехорошими делами, народ Израиля. Итак, послушайте, что же происходит в этом месте? Я долго, знаете, вот размышлял над этим, и я понял, что Пинхас совершил поступок. Знаете, такое слово «поступок» с большой буквы, каждое слово «поступок». В то время, когда основная часть народа молча соглашается с тем, что происходит, а вторая активно участвует в беззаконии, именно этот юноша не соглашается с тем, что происходит, с грехом. Если внимательно изучить текст, да, мы увидим, что стояли-то во главе не рядовые члены, стояли главы поколений, стояли люди, которые должны вообще по принципу были сказать «стоп, стоп, что вы творите?» Стояли люди, облеченные властью, и они делали, а народ глядел на них и молча соглашался. Или молчал там, или где-то в тряпочку себе говорил. Ах, какие гады! Ладно, хорошо. Имя убитого израильтянина, который был Смедианкой, был Зимри, сын Саул, начальник поколения Симеона. Знаете, очень много дел мы не делаем, Божьих дел, мы не делаем по двум причинам. Первая причина – мы боимся реакции людей. Мы боимся, что же скажут другие. Что, тебе больше всех надо? Ты что? Сиди себе спокойненько, не лезь никуда. Ну, Господь сам разберется. Сиди и молчи. Мы боимся. Это правда, знаете. Я сам боюсь. Где-то. Второй момент. Мы не хотим нести ответственность за то, что мы сделали. Каждый поступок подразумевает то, что мы должны нести ответственность. И каждый поступок подразумевает то, что мы должны не бояться реакции людей, а бояться Бога. Понимаете? И если мы посмотрим, и Пинхас, он не испугался. Знаете, Пинхас мог бы испугаться и сказать, Боже, я не буду это делать. Ты приди и побори. Ты сделай. Останови этого кощунника. Смотри, что он делает. Ай-яй-яй, как нехорошо. Боже, я прошу тебя. Я пойду в пост, в молитву. Он берет копье. И останавливает нечестие, которое происходит в Израиле. И тем самым, знаете, он пошел против, не только против, он пошел даже против народа. Потому что те, кто грешили, я думаю, были не очень довольны, что он сделал. Потому что буквально он обрезал им пути, знаете, оправдания своего греха. Потому что очень часто мы грешим и говорим, ну, они же это делают. Они делают, и мне тоже можно это делать. Ну, а я что, хуже? Или, ну, я же слабый. А им можно, они сильные. Но этим самым поступком он совершил что-то, что изменило ход истории. И если мы посмотрим на Писание, мы увидим, что в Писании, ну, да, я хочу просто немножко остановиться и сказать, что поступок, этот поступок уносил спонтанный характер, да? То есть, помните, он увидел, ревность возревновала, он взял копье и сделал это. Но все это, этот спонтанный, этот импульс, это действие происходило из внутреннего состояния, наполнения его. Значит, внутри Пинхаса было что-то, что было больше. Было больше Бога, было больше отношений с ним. Были отношения, и поэтому в нем сыграла ревность. И это стало причиной изменения истории. И если мы посмотрим на Писание, мы увидим множество примеров таких. Давид взял камень, вышел навстречу Голиафу и говорит, что ж ты это, ты идешь на меня с чем? С оружием, а я иду на тебя с именем Господа. Его ревность была, он был переисполненной ревностью, потому что Голиаф смеялся с народа Божьего, просто поносил Бога. И он победил. Бог дал победу. Посмотрим другого царя, Саула. Вы помните, он побеждает, происходит победа, ждет Самуила, что тот придет и сделает жертвоприношение. Самуил опаздывает, народ начинает ворчать. И что делает царь Саул? Он приносит жертву. А потом говорит, слушай, я народа испугался. Я испугался, что они просто уйдут, оставят. И что произошло? Он лишился царства. Он лишился того благословения, которое приготовил ему Бог. Вспомним Сидраха, Мидраха и Авгенага. Они стояли возле раскаленной печи. Им говорили, поклонитесь идолам. Они говорят, нет. Даже если мы погибнем, мы не поклонимся. И они входят в горящую печь. Они делают невозможное. И Бог являет себя в силе и славе. И мы видим эти чудо. Они и ходят. И написано, да, что между ними как бы Сын Человеческий. И все просто народ в удивлении. Все говорят, выйдите оттуда. Пали низ и поклонились, написано. Посмотрим дальше. Много, много других. И немножко дойдем от Писания. Вспомним совсем в недавние времена. Леон Розенберг. Да, польский еврей, уверовавший в Ишуа. Наступает один прекрасный момент. Он уверовал. И он выходит перед своими соплеменниками. Он выходит перед своим родом. И он говорит, я верую. Я верую. И это послужило его изгнанием. Из среды. Из среды народа. Но это послужило тому, что многие и многие евреи и в нашем городе, в Одессе, познали Ишуа как Мессию Израиля, как Царя и Спасителя. Поступок. Вспомните семью Тенбаум в Голландии. Нацисты говорят, спасать евреев нельзя. Уничтожим. Не дай Бог. Поймаем кого-нибудь. Всех убьем. И поднимается этот старый патриарх и говорит. Мое слово говорит о другом. И они спасают евреев. И они становятся, скажем, символом сопротивления злу. Они совершают поступок. Понимаете? Как верующие люди мы призваны к тому, чтобы жить святой жизнью. Мы призваны совершать его волю на этой земле. И знаете, Бог ждет нашу реакцию. Бог смотрит на нас. Он смотрит, как мы будем действовать в той или иной ситуации. Потому что Он хочет благословить нас. Он хочет, чтобы Его слава высвободилась. Мы призваны, я хочу, чтобы вы просто поняли. Мы призваны совершать поступки, которые будут менять этот мир. И помните в послании Якова, 4 глава, 7 стих. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Это поступок. Поступок назвать грех грехом. Поступок отказаться от греха. Поступок сделать что-то, изменить в своей жизни. Это поступок. Поступок, который исходит из того, что есть внутри нас. Писание четко говорит. Плод Духа что? Любовь. Я буду... Радость, да? Мир, долготерпение. То есть, любовь Духа приносит жизнь. Дух Святой внутри нас дает нашим поступкам жизнь. А если мы посмотрим на дела плоти, они приносят смерть. Вы понимаете? Мы призваны к поступкам. Только какие эти будут поступки? Что сделаем мы? Итак, я, конечно, не призываю вас сейчас... Я сейчас не призываю вас к войне. Знаете, вижу брата согрешающего. Беру копье и пошел его мочить. Я не призываю вас к тому, чтобы... Начнем грешников приводить к престолу суда в прямом смысле этого слова. Устроим пасторами служителям духовный надзор и покажем, где апостолы живут. Знаете, вот мы вам сейчас покажем, и наш новый мир построим. Кто был ничем, тот будет всем. Понимаете? Я не призываю вас к такому. Это не плот Духа. Это не те поступки, которые, знаете, как говорил Шурик. Это не наш метод. Это не наши методы. Посмотрите. Наша брань не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной. И мы должны помнить, что Божий суд начнется с Дома Божьего. И самое главное, лично с меня. Это не просто я говорю с меня. Все говорят, а мы знаем, теперь Божий суд начнется с Валика. Все показали на меня пальцами. Нет. Лично с каждого из нас. Каждый будет отвечать перед Богом. В жизни каждого из нас должен наступить момент, когда придет Пинхас. Должен наступить наш Пинхас, который остановит грех. Остановит грех. Поразит грех. Не согласится с ним. Не будет молча смотреть на него. А возьмет в руки копье и поразит его. Мы призваны совершать поступки во славу Божью. Проповедовать благую весть вовремя и не вовремя. Идти туда, куда никто не хочет идти. В больницы, к сиротам, вдовам. Наконец, погибающим овцам Дома Израилева. Мы созданы для этого. Наша община, наше призвание, и наша еврейская мессианская община заключена в нашем названии. Еврейская мы призваны к евреям. Мессианская мы верим в Мессию. Община мы семья. И кроме того, у нас еще есть такие, ну как называется, как подпункты. Свет Мессии. В нас свет Мессии, который должен светить тем, кто ходит во тьме. И если ревность по Божьему Дому снедает нас, давайте начнем строить Дом Божий. С малого. А Бог взрастит в свое время. Поэтому пусть Господь благословит вас. Пусть в вашей жизни будет момент истины. Совершайте поступки. Божьи поступки, которые будут ведомы Духом Святым. Которые будут ведомы Божьей любовью. Ведите больного, молитесь. Голодного накормите. Сироту ведите в дом. Не бойтесь. Потому что в страхе нет любви Божьей. Так говорит Писание. Я верю, что время победы. Во имя Ишуа. Благослови нас. И пусть твоей благодати будет достаточной для всех нас. Амин.